Всем привет, дорогие друзья, с вами Бервария. И сегодня в нашей супер популярной рубрике рецептов еще один хит доставок еды различных, это вог. Мы с вами приготовим сегодня вог из лапши, конечно же, хотя есть еще вог с рисом. Мы приготовим с вами вог с курицей и овощами. И да, конечно же, конечно же, мы все это сделаем снова из продуктов бренда «Каждый день». Сегодня мне было немножко сложно, потому что в ассортименте продуктов «Каждый день» очень плохо с мясом. Но мне повезло, потому что вог с курицей и курица в ассортименте оказалось единственным мясом под брендом «Каждый день», которое мне удалось купить. Курица вот так вот выглядит, самая дешевая, которую мне удалось найти, с которой хотя бы что-то можно вообще попробовать сделать. Значит, это называется набор для первых блюд цыплят-бройлеров. Здесь 853 грамма, половина, больше, наверное, даже половина идет на кости. Кости мы, как разумные люди, конечно же, оставим на супчик потом. Но грамм 300-350 мяса, наверное, отсюда у нас получится достать. Набор для первых блюд стоил 63 рубля. Дальше, конечно же, без лапши никак. Здесь я нашел вот такую вот штуку, называется вермишель. Зачем ты взял вермишель вот эту дешевую? Она, кстати, она мега дешевая. Она стоит 7 рублей, дорогие друзья. Я сначала думал, что я возьму одну, потом подумал, что, наверное, такое большое количество курицы одной пачки будет мало. Взял две. 14 рублей я заплатил за вермишель. Зачем ты взял вермишель? А скажут постоянные посетители магазина Ашан, там было много другой лапши. Никита, ты мог взять что-то другое. Я взял эту лапшу. Посмотрите, она с курицей. Мне кажется, это половина успеха. И потом, опять же, вог – это азиатское блюдо. Азиатское блюдо – это большое количество приправ, маринадов, какие-то такие удивительные компоненты, которые делают это блюдо невероятно вкусным и разнообразным. И в составе этой вермишели есть уже приправы, приправы специально для курицы. Кто я такой, чтобы выдумать что-то другое? Овощи, дорогие друзья. В состав вока традиционно входит болгарский перец, как я прочитал в интернете, стручковая фасоль, морковка, кабачки часто кладут. И я нашел такую смесь в Ашане. Она, правда, называется смесь Лечо. И смесь эта стоила 41 рубль за 400 грамм. Соответственно, чуть больше 100 рублей мне встал весь набор для вока. Я взял еще соевый соус для маринада. Без него никак. Он еще обошелся мне в 6 рублей за одну такую упаковочку, еще плюс 12. Масло у меня было еще с прошлых рецептов. Как видите, я им активно пользуюсь. И давайте, собственно, приступать. Самое сложное, наверное, чем мы сейчас займемся, это курица. С курицей будет действительно много мороки. Нет, она даже весьма себе свежо пахнет. Курицу нужно разделать. Как можно больше отсюда достать мяса. Я вот взял специальный филейный нож. Сейчас я буду с ней очень долго и усердно упражняться. Однако я не буду выключать камеру. Но просто чтобы вы потом не обвинили меня, что, дескать, я взял какую-то другую курицу. Липкая немножко, не очень приятная. Думаю, для начала нужно ее промыть. Ну, вот так вот получилось. В принципе, ну, достаточно прилично здесь мясо. Достаточно много осталось костей. Какой-нибудь внимательный, дотошный человек сейчас скажет, Никита, ты купил мясо на кости. Мог бы купить мясо без костей, не платил бы за кости. Мясо стоило бы подороже, но брака было бы намного меньше. Нет, дорогие мои, это не брак. Это вполне себе полезные кости. Из них можно сварить офигенный суп, огромную кастрюлю. То есть здесь, ну, не знаю, где-то, наверное, грамм 250-300 мяса. И, кстати, да, я порезал вместе с кожей. Можете, конечно, если вы не любите жареную куриную кожу, можете, конечно, ее оттуда вынуть. Но просто насколько нужно бездумно швырять деньги на ветер и отказываться от такого вполне себе питательного продукта. Куриц получилось немного, но жертвы будет еще меньше. Поэтому это будет скорее вог с овощами и курицей, нежели с курицей и овощами. Но, в принципе, если вы достаточно часто заказываете доставки, то примерно такая же ситуация обстоит и в них. Значит, курицу нужно замариновать для того, чтобы она какое-то время полежала в маринаде. В качестве маринада советуют соевый соус и соль и специи. Соевый соус у нас есть. Соевый соус у нас есть. Выливаю сюда, наверное, прям вот все, наверное, эти 30 грамм. И в качестве специй я решил добавить один из пакетиков, который я найду, да, я найду пакетик внутри вермишеля. И вот прям вот его сюда аромат курицы. Сто пудово здесь есть глютамат натрия, который усилит вкус и будет вообще просто волшебно и замечательно наше блюдо. Ой, какой аромат просто пошел чудесный, дешевый. Лапши из пакета. Но нет, я думаю, что сейчас все это замаринуется и все это будет просто замечательно. Значит, пока курица маринуется, мы с вами ничего не делаем, потому что курицу нужно жарить в первую очередь. Давайте немножко подождем. После того, как курица промариновалась, забрасываем ее в сковородку. Специальная сковородка называется ВОК. Для ВОКа, кто бы мог подумать. У меня такая есть. Если у вас нет, можете взять просто большую глубокую сковородку. Можно даже на самом деле сделать просто в какой-нибудь большой кастрюле. Главное, чтобы она была из какого-то тяжелого металла, который может вот как-то аккумулировать тепло внутри себя, чтобы это все равномерно зажарилось, а не только со дна. Сначала мы обжариваем как следует курицу до готовности, до золотистой корочки. Потом туда вываливаем овощи. Количество овощей, которые туда отправятся, я, ну не знаю, по вкусу предлагаю положить. Я думаю, что курицы здесь все-таки довольно-таки много. Лечи я, наверное, сейчас положу чуть поменьше. То есть, ну, наверное, грамм 300, наверное, из 400. 100 грамм может пойти в тот суп из тех костей, дорогие друзья. Поэтому наше блюдо выходит по факту еще дешевле. И после того, как эта вся смесь зажарится, мы ее просто оставляем слегка отдохнуть и будем заниматься нашей лапшой. Самая главная фишка ВОКа в том, что овощи с курицей должны именно обжариваться, а не тушиться. То есть, их не нужно накрывать крышкой. И в случае с замороженными овощами лучше их чуть-чуть подразморозить и слить воду. Потому что иначе много воды образуется. И действительно, овощи сварятся, будет не очень вкусно. И на самом деле, у каждого шеф-повара есть какой-то маленький секретик, который он добавляет в блюдо. Для того, чтобы придать ему особенный и незабываемый вкус, я решил добавить каплю шашлычного кетчупа в смесь. Для того, чтобы немножко такого аромата копчения добавить. Как будто это все готовится не на скучной домашней плите, а вот прямо на открытом огне, как аутентичные азиаты. Ну и давайте уже, собственно, заниматься лапшой. По поводу лапши все просто и не мне учить вас, дорогой зритель этой рубрики, как заваривать лапшу быстрого приготовления. В оригинале, конечно же, ее нужно варить. Это может быть лапша пшеничная, удон. Это может быть лапша рисовая, стеклянная, гречневая лапша. Но в нашем случае это малый бюджет, это вермишель. И сюда мы добавляем один из пакетиков. Заливаем это все кипятком и оставляем. Оставляем на некоторое время, на 3 минуты, судя по инструкции. Затем нужно будет эту лапшу немножечко обжарить с оставшимся количеством соевого соуса и смешать уже непосредственно вот с этой вот прекрасной курино-овощной смесью. Итак, вот что у нас получилось. По факту в сковородке 3 обычные такие средненькие порции или 2 гигантских, просто огромных. Специальной коробочки, как упаковывают в оки на доставках, у меня нет. Есть такая вот азиатская миска. В принципе, можно оценить объем, который здесь есть. Вот таких вот порций я могу положить 3. Курицы здесь я на самом деле боялся. Курицы получилось вполне себе достаточно. Овощи приятно пахнут. Состав такой вполне себе. И давайте попробуем, что у нас с вами получилось. Ммм, это очень вкусно. Это насыщенно приправами. Чувствуется азиатский стиль, чувствуется курица, мясо, овощи. Ну, так себе, конечно. На самом деле здесь все так себе. То есть здесь так себе овощи, так себе курица, так себе лапша. Но, в принципе, вот под вот этим вот жиром, со всеми приправами, соевым соусом, это вполне себе вкусно. И задавая самый главный вопрос, который я задаю во всех выпусках этого придурковатого шоу. Можно ли такое получить на доставке? Можно. Можно, только вермишель будет заменена какой-то другой, не очень дорогой лапшой или рисом. И вы заплатите за это блюдо во много раз дороже. Я сейчас, я не знаю, конечно, я не делал полную калькуляцию с учетом выкинутых костей, которые пойдут на суп. Я их, ну, просто вычту, потому что это не отход. Это действительно полезная вещь. С учетом всего остального, разделенное на две. Хорошо, я разделю на две большие порции. И мне кажется, что это стоит дешевле 50 рублей. Сколько стоит вокс с курицей и овощами в вашей доставке? Но сами считайте, во сколько раз вы переплачиваетесь. Сегодняшний результат, я считаю, вполне удовлетворительный. Мне вкусно, я это съем. Ну и с вас лайк под этим видео. И подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. С вами был видеоблог Бервария. Все, я отправляюсь кушать свой прекрасный вок.